окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате haven запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше романтическое приключение напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик мы с вами находимся в гнезде давайте мы вначале поговорим может быть что-то интересное нам расскажут ты когда-нибудь видел основание дуги потока большой дуги я имею ввиду ага на истине нас как-то возили на экскурсию и как оно выглядит ну такое огромное настолько огромное что кроме него ничего и не видно только представь дуга вздымается вверх и тянется на миллиарды люмсеков и так с самого начала времен сразу чувствуешь себя таким ничтожным а мы пытаемся ее отключить вот тебе ничтожность точно не то чтобы я верил высший разум создавший вселенную и все такое но если у дуги поток она спросит молния и я не удивлюсь ну да кто его знает как это все произойдет так что мы можем сделать и мы в гнезде давайте мы правила игры почитаем приложение 1.6 с форсированием мирмийские экстракторы добывают 5 единиц титана с каждого астероида вместо трех однако затем им понадобится один ход на перезагрузку не могу у меня встреча назначена да потренироваться мыю точно не сможем заставить так по поводу перекусить вы хотите о кстати о нет кексик это ужасно перец чили подложил в эклер острый соус и маленький ребенок уже тянет его в свой нежный ротик без паники новое задание для пирожка и кексика так что мы съедим давайте мы съедим давайте медленную лапшу некоторые вещи стоят того чтобы ждать неплохо а почему это блюдо называется медленная лапша она так медленно готовится ня тогда почему увидишь что да это же божественно ну вот я назвал ее медленной лапшой потому что вкус раскрывается не сразу какое-то волшебство не просто химия вот оно как ну что перейдем к следующей главе ага так на чем мы остановились коровы выбросили двух героинь в открытый космос и перехватили управление кораблем а точно итак коровы продолжают странствовать по космосу на корабле и в конце концов находят пригодную для жизни планету они решают остановиться на ней чтобы сходить в туалет или построить цивилизацию для чего давайте наверно сходить в туалет сходить в туалет серьезно ничего лучше не придумала они же четвероногие поэтому туалеты на корабле им не подходят и поскольку теперь это их корабль навалить прямо на пол тоже не вариант все логично ну раз логично то они останавливаются на этой пустынной планете чтобы сходить в туалет без лишних наблюдателей затем они улетают навстречу новым приключениям а в коровьей лепешке на этой планете начинает расти и развиваться колония бактерий бактерии размножаются и в конце концов заселяют всю планету спустя много миллионов лет они становятся все более сложно организованными пока в итоге не превращаются в разумную форму жизни слушайте ребята а ведь замечательная теория появления жизни на земле как вы считаете первые люди в улье шикарно вот как появились люди оказывается из коровьей лепешки весь улей произошел из коровьей лепешки и почему я не удивлена а что стало с генно модифицированными коровами ну поскольку они все были самками то их вид исчез так же быстро как и появился но частичка их испражнений по прежнему живет в каждом из нас какая прелесть хотя я уверена что твою историю ни за что не опубликовали бы как жаль значит придется оставить ее себе отличная история я бы почитал прям превосходно а назвали бы это число 110 уже было тогда 120 это просто нарушает законы физики либо это научно-фантастическая книжка либо они знают что-то чего не знаем мы муки что мы еще можем сделать здесь по прежнему ничего не растет так а ну давайте тогда ляжем поспим наверное что у нас тут вечер нет опять нужно будет перекусить сейчас и отправляться навстречу новым приключениям так когда перекусим обязательно это случайно не то перо того существа как там он назывался в общем мой маленький пони так ну давайте вегетарианский кебуб съедим смотри-ка ну ты тоже умеешь готовить прекратим это же просто овощи на шпажке а это ю сделала это блюдо все равно вкус потрясающий и я тут ни при чем хотя получилось и правда вкусно а что читаешь да ничего рассматриваю картинки о это же та книга которую мы нашли в шкафу в старом доме подвинь-ка подвинься-ка пожалуйста это мы знаем это тоже а вот этого давно не пробовали да ладно тебе такое нравится ну говори мне о своих желаниях я же не могу читать твои мысли а вот это даже не обсуждается разве что мы себя клонируем и так тоже не выйдет и так нет листай дальше этот раздел скучный а чего нибудь нормального для адекватного количества участников у них нет? о да но это что? мне всегда казалось что у меня гибкий ум но тут нужна гибкость совсем другого рода не обязательно повторять точь в точь расценивай это как рецепт который можно корректировать в зависимости от твоего вкуса и доступных ингредиентов окей договорились окей договорились? да договорились мы же это рассматриваем не просто для визуальной стимуляции эээ нет нет хорошо сходи и достань из под кровати игрушки а я начну с растяжки ха 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 так жесть давай попробуем назови любой номер страницы двадцать четыре ну неплохо ага это стоит запомнить так что мы еще можем сделать сейчас так а покормить их нужно а уже все наелись кексик на помощь батон пытается выдать себя за праздничный торт он хотя бы свежий черствый какой кошмар скорее новое задание для першка и кексика та-та-та-та так так праздновать они по-прежнему не хотят а не хотят ладно давайте тогда ээээ просто уходим стоп можно еще здесь прочитать и В случае, если космический бой заканчивается ничьей, побеждает игрок с наибольшей инициативой. А в случае следующей ничьей выигрывает игрок, чья колония расположена ближе. В случае дальнейших ничьих смотреть таблицу примечательных ничьих в приложении 13.8. Это уже повторяется. Слишком поздно, у меня запас иссяк. И я никогда не смогу снова начать заниматься. Так, а что мы с собой берем? Не надо нам так много еды. Лучше возьмем еще медыню на всякий случай. Да, все, отправляемся. Так, сцезрело что-то? Ты правда думаешь, что у нас есть шанс перерезать дугу ботока? Давай для начала ее найдем. Ну, по идее мы знаем, где ее нужно искать. Так, там ничего не выросло. И там тоже. Нам нужно вот сюда. Но прилететь-то мы можем только сюда, оттуда его уже перескочить по дуге. Еще нам сюда нужно. И еще отсюда куда-то можно попасть. Ой, елки. Сколько мест? Ну, поначалу давайте займемся дугой. Бирбл? Ты где? Не катай. Турбина в аду заесть. Есть гиперржавчина. Ну, мы это все уже собрали. Так что нам тут капот мотора есть. А почему здесь желтым подсвечена турбина в аду заесть гиперржавчина? Нам ведь это не нужно уже. Нам еще две детали нужны. Сейчас проверим. Крыло, по-моему, нужно. А тут на высоте довольно свежо. Ага, нужно было взять себе шестяной свитерок. Так, нам нужно гипо-двигатель и левое крыло. Все. Так, а где здесь вообще нужна нам дуга? А, вон она. От нас что, плохо пахнет? Ой, как тут жутко все выглядит. Что здесь произошло? Такое чувство, что все выгорело. Мы как будто в аду находимся. А нет. Снова ржавчина. Одна ржавчина вокруг. Просто тут ее концентрация намного выше, чем обычно. Не знаю, откуда ржавчина берется, но похоже, мы приближаемся к этому месту. Потрясающе. Да, наконец мы что-то узнаем о ее происхождении. А, да ничего. Что такое? Ой-ой-ой. И здесь проход дальше будет. Еще. Может стоило вообще вначале все-таки... Вот это может сюжетное уже прям продолжение. Вначале здесь вот все доисследовать. А потом туда двигаться. Кто его знает? Ну, тут все прям в ржавчине. Прям вообще все. Так, там будет дуга. Так, ну придется сражаться, наверное, с этими всеми. Она сама к нему прилетела, я влево нажимал. Хотел, чтобы она... Чтобы мы облетели его, попытаться, по крайней мере. Но она полетела вправо почему-то. Ну, про управление в этой игре я уже говорил сто раз. Управление. Управление. Управление здесь ужасно странное. Управление. Ой-ой-ой, куда ты? Так, да развернись ты. Так. Так, вот. Это мы открыли, отлично. Так, да развернись ты. Всё, настал. А, еще один Что-то такое справа Так, давайте с этим сразимся Я хочу посмотреть, что тут такое Сверху Может деталь нам нужная? Еще один брошенный дрон Бедный малыш Наверное, он не понимает, куда все делись Что это за модель? Дропат Дрон автономного патоковарения, наверное По-любому Дрон, который делает патоку Какая прелесть Нет, к сожалению, это просто патрульный дрон А дрон, который патрулирует Так я и думал Похоже, он оснащен по полной Смотри, даже гипо-двигатели есть То, что нам нужно Это хорошо или плохо? Они много весят, расходят много энергии Но зато с ними можно садиться в местах со сложным рельефом Если бы у нас на гнезде таких не было, мы бы разбились Тогда это просто отлично Просто отлично Берем Прямо сейчас или Ну Ты против? Я думаю, можно еще тут погулять Хорошо, тогда заберем позже Великолепно, обязательно их заберем Только позже Вначале мы зачистим этот островочек Так, давайте все-таки сразимся Я думаю, может быть, надо с ними сражаться, чтобы Защистить полностью Промах Твою же дивизию При этом, при том, что он нас даже не видел А все равно промах Твою же дивизию Продолжение следует Так, есть Дальше Аданду, что ты делаешь? Развернись туда У нас куда приведет? Черт его знает Ага, вниз Здесь спуск Хорошо Стоп, такое ощущение, что мы по кругу просто прокатились Тут все красное Я уже запутался Где здесь? Куда здесь? О, все Островок очищен Мне что-то казалось, что здесь намного больше места Ой, только не упади Островок очищен Островок очищен Превосходно Тогда давайте берем гиподвигатель И топаем домой Либо двинуться дальше Но туда, наверное, нам и нужно по сюжету, чтобы, собственно, перерезать Дугу эту Ты как, готов отнести гиподвигатели домой? Ты только скажи когда Тогда пойдем Мы сейчас лучше в другое место Смотаемся Посмотрим, что там Ладно, за работу Так, гиподвигатель Нам останется только одно Найти левое крыло И все Осталась одна деталь И можно будет взлетать Вот только зачем нам взлетать-то? Итак, а что скажет достопочтенная хозяйка дома? Блум, это просто шикарно Прости, дубль два Вышло не похоже на достопочтенную хозяйку дома Хм Что ж, сударь, должна заметить Что фонари и занавеси в Холле Придают нашему скромному судну Определенное изящество Да что вы говорите? Сударыня, ручают, что эти гобелены Были сшиты вручную Из роскошнейших банных полотенец Восхитительно Эти светильники были изготовлены По канонам древнего искусства Папье-маше Да не может быть Воистину, господин Кэй Вы кудесник Жду не дождусь Когда моему взору откроются Украшения внутренних покоев Прошу, проследуйте за мной в опощевальню О, господин Кэй Какая фривольность Простите, душа моя Я сам не знаю, что на меня нашло Ваше присутствие вскушило мне голову, так сказать Ну и бред Продолжаем, продолжаем Кстати, не откажетесь ли почтить выниманием столовую? Я с нетерпением предвкушаю изысканные яства, приготовленные вашими поварами Хм, боюсь, что как раз сегодня все повара весьма не кстати ушли в отпуск Что ж, тогда насладимся шедеврами вашего собственного кулинарного таланта Поскольку я уверена, что вы бы никогда не позволили даме умереть от голода О, и в мыслях не было оставить вас голодной Так Он дрыхнет Картофельная башка Так, ну давайте мы, значит, перекусим Отдохнем Хотя, в принципе, день-то еще не закончился Так что можно просто топать дальше Да, кстати, справа сверху, смотрите, шкала голода у нас Они еще не голодны, можно спокойно топать дальше Так что Погнали Нам обязательно туда возвращаться? Как-то мне неуютно среди всей этой ржавчины По-другому к дуге не пройти Придется потерпеть Но мы сейчас не туда пойдем Мы сейчас пойдем Сейчас определимся А вот либо вот сюда вот Тут что-то есть А либо вот сюда вот Ну отсюда вот, то есть в смысле вот туда куда-то Давайте что-ли вот сюда Спасибо, Бирбл Спасибо, Бирбл Так, та дуга Наверное, туда, которая Да Надо как-то Туда забраться Да что ты делаешь? Что она делает? Ужасное управление Дергается как Здрасте Так, стоп, мне Тут тоже не та дуга Вот где-то там Да ну что ты делаешь? Какого черта Вот так вот она Разворачивается Что, больная что ли? Так Да, вот это то, что нам нужно Так-то лучше Действительно здесь симпатично Именно такое должна быть неизведанная планета Ты когда-нибудь видел траву такого цвета? Только читал в кне Апчхи Что делаешь? В чем дело? Ты простыл? Я же говорила Не спи без одеяла В общем, простудишься Апчхи Дать тебе платок? Апчхи Окей Мне уже можно начинать беспокоиться? Да все в порядке Наверное, аллергия разыгралась Ты аллергик? Похоже на туапши Весь иммани кстати Это пройдет Нужно дать иммунитету Время приспособиться А вернемся? Нет, нет, нет Я... Ты в порядке? Никак не могу чихнуть Нужно посмотреть на свет Например, на солнце или... Апчхи Ха Ну вот А на что ты посмотрел? Э, на тебя Ведь ты луч света в моей жизни Ладно тебе Потрясающие у них диалоги Но планета... Планета, говорю, островок Смотрите, какой красивый Ух ты Так, отсюда мы... Да ладно И отсюда еще куда-то можно двинуться Но тут уже по идее будет конец Потому что дальше курсор даже не могу продвинуть Поэтому по-любому здесь уже граница будет карты Отсюда потом, может, как-то вот сюда вот так можно Ландшафт испещрен внушительными расщелинами Что, несомненно, свидетельствует об относительно недавней сейсмической активности Написано Кеем А брошенный дропат в ржавчине исследовать Ага То есть начальное про ландшафт было написано Кеем А Ю просто дописала Брошенный дропат в ржавчине исследовать Все Коротко и ясно Так, ну расщельные не глубокие здесь И в них как раз ржавчина Ладно Опа, сливочная ягода Это ж, ух ты То, что мы на пляже находили Больше нигде, кроме пляжа Тукарно Значит, здесь ее тоже можно собирать Превосходно Так, давайте еще поращельми Дальше пройдем туда Так, эти нападут не давайте Так, ну правые в замешательстве Они бьют левого Они как будто специально Не того, кого надо бьют Так, вы не хотите друг друга подлезть? лечить немножко. Ну? Плюс 75. Так-то лучше. Стоп. И еще сливочная ягода. Мы же собирались оставить это на потом. Конечно. Смотри-ка, этот кажется с гнельцой. Там ты с гнельцой. Извини, на автомате вырвалось. Так. По расщелинам пробежались. Так, вон там что-то есть. Но сейчас я смотрю, где еще... Ага, вон, где еще есть ржавчина. О, стоп. И тут что-то есть, смотрите. А, нет, это... С этим мы ничего не сделаем. О, дуга. Так, ну есть еще одна здесь дуга. Есть. Ну вот, готово. А, вот и еще одна дуга. Да, великолепно. Так. Вот там вот что-то нужно осмотреть. Птички. Я думал, что-то такое синее там. Неплохо. Неплохо. А нам везет опять дропат. И под двигателями мы уже укомплектованы. Ага, понял. Ладно. Ладно, тогда... О, здесь бирбл, кстати, есть. Давайте мы... Туда пойдем, направо. Стоп, здесь еще можно взять эту... Штуковину. Мы столько пыльцы сейчас поглотили, что кажется, обойдемся без обеда. Так, ну все примерно то же. Так и отсюда вот тоже дуга будет. Еще кусок ржавчины тебе в коллекцию. Здорово, а такого у меня еще не было. Так, вон там он еще ржавчина. Тебе это не напоминает истину? Ты так говоришь, потому что здесь пусто? Не пусто. Это нетронутая природа. Правда же приятно видеть, что Ули не успел испортить все и везде? Да, ты прав. Так, давайте посмотрим. Думаешь, нам хватит? Нам никогда не хватит Я уже не помню, мы все пробовали посоздавать или нет Но имею в виду есть еды Все комбинации Клади в пакетик Ну что ты делаешь? Вот в ту сторону лети, сказал же Стоп, подберем Ну, ржавчина Никогда не может быть слишком много Ну что происходит с ней? Что такое? Показывает, что заряда у нас мало? Ладно, сейчас наберем У меня аккумулятор сел У меня тоже нужно найти струю потока А в чем это выражается? Ну, лететь мы по-прежнему можем Вот мне, кстати, все время было интересно Ну, в чем это выражается? По-прежнему мы можем летать Я думал, что может быть летать мы не сможем Наконец-то Вот, заряжаемся, заряжаемся, заряжаемся Так Еще дугу нашли Так, давайте еще позаряжаемся, полетаем Хотя здесь абсолютно непонятно Насколько у нас много заряда По вот этой иконке Моргающей Вот сколько сейчас заряда? 70%, 90%, 100% По ней непонятно абсолютно С закрытыми глазами ощущение еще безумнее Ты закрыл глаза? Так, еще не все А где еще ргавчина? А, вон Есть! Фух, так-то лучше Островок зачищен Что мы здесь видели? Что-нибудь интересное мы здесь видели? Я не помню Абсолютно не помню По-моему, ничего По-моему, нам просто Собрать здесь еще вот эти бананы Как я их называю На самом деле, это сливочные ягоды Это пахнет странно Тогда выбрасывай Ты в своем уме? Как этот светится? Но догнать его все равно нельзя Так, там сверху что-то может быть Так, и отсюда мы сможем попасть Как раз еще на предыдущую На предыдущий островок Отлично Это что такое? Ого Не знаю, что тут произошло Но жаль, что я этого не видела Вот уж точно Все шаршни переломаны Думаешь, что наши? В смысле, те, которых прислали за нами? Похоже на то Бой, кажется, произошел совсем недавно Здорово Значит, у нас есть друг Надеюсь, что друг Потому что он способен расправиться С целым отрядом шаршней Мы тоже можем расправиться С целым отрядом шаршней Справедливо Ого Кажется, я нашел улику И она указывает на нашего Загадочного покровителя Что это? Рог Ну, мне так кажется И кто же, по-твоему, его хозяин? Думаю, что Крупное животное С четырьмя ногами Четырьмя крыльями И четырьмя глазами И с довольно сердитой мордой И все это ты понял По одному только Рогу? Не Он здесь Да, у него одного Рога не хватает А, Глум, наверное, он принял нас со шаршней Это объяснимо Мы крошечные С двумя глазами Руками и ногами Для него, что мы Что шаршни Одна мельюзга Эй, не обзывайся С двумя глазами Сейчас Сейчас Так, осталось только со здоровяком разобраться с этим. Ну, и пока зарядите атаку, то уже ничего не успеете, конечно. Попробовать двойной удар. Может, быстрее будет, да. Он что, лечится, что ли? Вот так-то лучше. А ты откуда взялся, блин? О, чёрт он появился. Его не было. А, похоже, тебе стало лучше. Вот видишь, мы хорошие. Но шар с ней можешь бить и дальше на здоровье. Как ты считаешь, можно приделать ему рог обратно? Без рога он слегка глуповато выглядит. Наверное. Рога Бадигадо. Зачем оно нам? Рога его. Ох, вкусняшек наготовим. Давай разделим. Так, а это что такое? Ничего. Это растение мы не соберём. Да пролети ты куда-нибудь туда, ну. О, есть, получилось. Упирается во всё подряд. Так. Куда нам? Туда. Так, а это у нас что? Мы смотрели что-то такое? Вот это вот. Смотри-ка, ещё один погрузчик поляр. Вдруг тебе понадобится другой цилиндр. Буду иметь в виду. Понятно, у нас это уже есть. Нам только крыло осталось. Найти и всё. Так, туда, туда, туда. Здесь, я видел, можно ещё пособирать этих ягод. Так, кстати, вы подлечиться не хотите? Друг друга подлечить. Ну-ка. Ну-ка. Плюс 74, хорошо. Так, с этим будем сражаться. Давайте пока что не будем. Вот стонь ты. Мы знаем, что там. Я знаю, что вы знаете, что там. Но мне нужно, чтобы от нас отстало вот это вот чудище. Жалко, что в этой игре как бы сделан такой автоматический режим цензуры, режим доброты, что ли, как сказать. То есть мы не можем про наших противников убивать. Мы их, скажем так, освобождаем. Но я бы на месте наших персонажей, вот этих всех существ, которые на нас нападают, не обливать в ржавчине они или нет. На нас напали, убить. Всё. А не освобождать. Вот так вот. А, стоп. Нет, ты не очаг. Вот это нам надо. Перец так. Вон он лежит. Так, подождите, мне. Куда мне надо? А вот, кстати, дуга. Так, но островок ещё не очищен. А где... Где ещё очаги? Чёрт его знает. Где ещё ржавчина? А вон... Ещё не всё. Ну-ка, полетели тогда в эту сторону. Что это было? Он исчез куда-то. Ладно. А, вон он. Там тот. Где ещё ржавчина? В смысле, эти очаги, которые нам нужно... Убрать. Так, ну там мы были внизу. Туда как-то наверх попасть, что ли? Эм... Как это сделать? Оп. Вот так. Нет, здесь ржавчина нет. Смотри, два фрукта срослись. Так, что-то я запутался. Может быть, всё-таки нужно сражаться с вот этими вот? Потому что остров всё ещё не зачищается. И тут тоже есть тот красный. Я бы сняла обувь, чтобы походить босиком по траве. Но не хочется тащить в руках сапоги. Я их не понесу. Ну, я хотя бы попыталась. Я вот только собрался сказать. Вот она так тонко намекает, что типа... Не хочешь ли ты понести мои сапожки? Так, ну давайте... Всех их соберём сразу. Так, ну что... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, Ю, твою ж дивизию Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, очищен островок или нет? Да, с ними пришлось бы все равно сражаться Так, вы не хотите подлечить друг друга? А то у вас не очень хорошо со здоровьем сейчас И уже темнеет Вот это и все На 10 очков подлечились Ну, спасибо Так, нам... Давайте вот туда вот отправимся Это нужно... Туда Окей, прости, но мне срочно нужно что-нибудь съесть Аналогично Перерыв на обед И как ты себе это представляешь? Как сделать перерыв на обед? Вот как в этой игре можно сделать перерыв на обед? У нас еда есть Как это сделать? Вот, ешь Ешь Не хочешь есть? Ну, твои проблемы, голодай Только не говори тогда, что ты голоден Еда есть Ешь Не хочешь, как хочешь Так Здесь можно сделать лагерь И можно еще куда-то дальше А, ну, в принципе, вот так вот, наверное Пройти можно Так, а здесь, получается Кроме вот этого лагеря Ничего нету? Ну, можно, конечно Пособирать вот это вот Ты уверен, что он созрел? Сойдет Стоит ли нам лагерь делать Или лучше вернуться вообще домой? В гнездо Мы-то можем сюда вот даже Бирбла позвать То есть бежать никуда и не придется Как ты думаешь, куда они полетели? Туда, где нас нет Кажется, я придумала отличный рецепт Не порти сюрприз Не надо спойлеров Так, стоп Это дуга, которая Нет, нам нужно там где-то дугу открыть Она еще не открыта Так, там что там? Перец Да перца тут у нас полно Не самый привлекательный фрукт Не суди по внешности Ты был прав Так, где же дуга? А, вон она Где она была? Где-то я ее видел и потерял А, вон Великолепно Дугу мы открыли И она аж вот сюда ведет И вот так вот можно будет пройти сюда Ага Замечтательно Я вот думаю Нам здесь лагерь разбить Или все-таки вернуться В гнездо Ну, да куда-нибудь перелети Туда Она не может туда пройти даже Вот калека Ю Ты Как не знаю что Уперлась лбом в воздух И все Похоже птицы уже попробовали фрукты Главное, чтобы нам осталось В принципе Я планирую дальше продолжить Именно вот этим заниматься Вот этой стороной Зачистить ее всю И только потом уже Идти дальше вот сюда Поэтому в принципе Зачем нам возвращаться в гнездо Чтобы там отдыхать Чтобы потом опять лететь вот сюда У нас еда при себе есть Одна порция еды При себе имеется Медыни у нас тоже есть при себе Так что возвращаться нам смысла-то и нет А мы можем здесь попросту Отдохнуть и все Сэкономить попросту время Скажем так Давайте здесь мы отдохнем Мы кстати можем здесь тоже готовить А ну-ка давайте посмотрим Что мы можем здесь приготовить Я здесь не могу поменять ингредиенты На другие Как это В гнезде А ну я так не хочу тогда Я хотел что-нибудь новенькое Попробовать приготовить Не так не интересно Так отмена Так давай Поешьте тогда то что у нас уже имеется На есть что-нибудь еще Так а почему Вот это мы вообще не пробовали Кто-нибудь съедобный А чем тебе это не нравится Ты еще ни разу это не пробовал Это новое блюдо Давай Препреждаю Очень остро Идеально Это для тебя остро Кей? Ты в порядке? У тебя вкусовые рецепторы Нежные Как у ребенка Хе-хе Мне не спится А ты спишь? Неа Чем займемся Раз не можем заснуть? Ну есть у меня одна идея Какая? Угадай Для этого Нужно раздеться? Правильно Интересненько Интересненько А для этого нужно Прилагать физические усилия? Да И немало А для этого нужно Проявить фантазию? Да Тогда лучше получится Это больно? Надеюсь, что нет О, я знаю, знаю Это современный танец Почти Современный танец Эх, вот и начинается Еще один прекрасный день Интересно, что он нам готовит Землетрясение Атаку дронов Метеоритный дождь Одевайся давай Хватит глупости болтать Эх, ты че такое? И че это было? Эй Мне показалось Или это существо Только что Свистнуло мои штаны Чем смеяться Лучше бы помогла Его поймать Иду Скорее Нельзя его упускать У нас штаны украли Жесть Давайте сразу Быстро это Быстро Вернем штаны Это жесть Это просто жесть Он быстрый Как мы его догоним-то? Это бесполезно Мы его никогда не поймаем Есть у меня одна мыслишка Только ты должна Будешь мне довериться Уже страшно Небось сейчас Все поймешь Если правильно рассчитать Скорость угол броска То все пройдет Без малейшей ржавчинки Угол броска? Удерживайте А Чтобы протянуть руку Какую руку? Бросить партнера? Как это работает? Подождите Не понял Еще раз Протянуть руку Так, ну Так Я удерживаю А Протянул руку Теперь бросить Ауч Блун, ты должна была Меня бросить на него Да что ты говоришь Это ты хоть представляешь Сколько ты весишь Ладно, не беда Попробуем еще разок Но на этот раз Бросаю я Я вот сам Только что Хотел как раз Об этом сказать Что Может лучше Бросить ю Так Подождите Где он теперь? Это он? Да Только Да нет Твою же дивизию Оп Где? Стоп Нет Давай ты Давай так А как тут Рассчитать? Есть А ну стоять Ура Штаны у меня А вот интересно Зачем они ему Были нужны? Может он коллекционер? Вот Блум Если увидим его еще раз Предложу ему Устроить обмен Так А если еще раз попытаться Вот эту штуковину сделать С броском Нам это для чего-то вообще Понадобится в игре Или только вот для этого момента? Ну Оп Да чтоб ты Так нет Наверное бросать нужно Чтобы 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 кей бросал А то Как-то получается Да ну что Вот что ты делаешь Развернись Оп Так Зачем это вот хорошо? Эм И зачем? Ладно Так Нам нужно В сторону Да Вот Туда Бенахи Что ж ребята Игра Сохранилась Так что здесь Мы с вами Давайте уже На сегодня Прервемся Спасибо вам большое За просмотр Не забывайте Подписываться на канал И ставить пальцы вверх Также вы можете Помочь каналу Рублем По ссылке в описании А как обычно С вами был Зоди Удачи друзья Встретимся В следующей серии Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok